Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Получение Святаго Иоанна Златоустова. С помощью Божию добродетель легка. Когда злой навык или страсть к любостяжанию будет сильно обольщать тебя, вооружи себя против нее мыслью. Презревший временное удовольствие, я получу великую награду. Скажи душе своей, ты скорбишь о том, что я лишаю тебя удовольствия, но радуйся, потому что сим я уготавляю для тебя небо. Ты трудишься не для человека, но для Бога. Потерпи же немного, и ты увидишь, сколь великое произойдет от всего польза. Прибудь твердую в жизни настоящей, и получишь неизреченную свободу. Если таким образом будем беседовать с душою и представлять не одну тягость добродетели, но и ее венец, то скоро отвлечем ее от всякого зла. Дьявол обещает нам удовольствие временное, а скорбь уготовляет нескончаемую. И несмотря на то преодолевает нас и побеждает. А Бог, напротив, требует от нас труда временного и обещает сладости пользу вечную. Чем же мы оправдаемся, если после такого утешения не последуем добродетели? Вместо всех иных побуждений для нас и мысли о цели трудов довольно одной той уверенности, что все это мы переносим для Бога. Если тот, кто имеет царя должником своим, почитает себя счастливым и безопасным на всю жизнь, то представь, сколь счастлив должен быть тот, кто своими добрыми делами и малыми и великими сделал должником своим человеколюбивого Бога, всегда живущего. Итак, не говори мне о тяжести трудов и подвигов. Бог облегчил для нас подвиг добродетели не одной только надеждой на будущее благо, но и другим способом, то есть всегдашним своим содействием и помощью. Тебе стоит только оказать хотя малое усердие, и тогда все прочее последует само собою. Ибо Он для того требует от тебя хотя малых трудов, чтобы и тебе вменена была победа. Как царь повелевает сыну своему стоять в строю, пускать стрелы и быть на виду для того, чтобы ему приписать победу, а между тем сам управляет ходом сражения. Так и Бог поступает в войне нашей против дьявола. Он требует от тебя только того, чтобы ты решительно объявил себя врагом дьявола, и если ты это сделаешь, то всю войну Он сам уже окончит. Воспламеняется ли в тебе гнев или ненасытное желание богатства? Появляется ли другая какая-либо мучительная страсть? Он, как скоро увидит тебя ополчающимся и готовым на брань, тотчас делает все легким и поставляет тебя выше сего пламени, подобно тому, как и отрока в пищи Вавилонской, которые ничего более не показали, кроме готовности терпеть. И так, дабы и нам здесь угасить горящую печь беспорядочного пожелания, а там избежать гиены, будем ежедневно того только желать, о том стараться и заботиться, чтобы усердием к добродетели и непрестанными молитвами привлечь к себе Божье благоволение. Таким образом, все то, что теперь кажется нам несносным, будет совершенно удобно, легко и вожделенно. Ибо пока мы увлекаемся страстями, да то ли добродетель почитаем трудную, неудобную и неприступную, а порог любезным и приятным. Но как скоро, хотя несколько станем избегать грехов, то порог будет нам казаться отвратительным и безобразным, а добродетель легкую, удобную и любезную. В этом могут нас уверить примеры тех, которые исправляли жизнь свою. Послушай, сколько стыдились своих пороков римляне, даже и тогда, когда от них освободились, как свидетельствует Павел, римлянам 6.21. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. А добродетель, несмотря на понесенные труды, называет он приятную, скорбь мгновенную и труд легким. Радуется в страданиях, веселится в скорбях и хвалится теми язвами, которые приемлет за Христа. И так, чтобы и нам достигнуть всего состояния, будем ежедневно устроять жизнь свою согласно с волею Господнюю. И за заднее забывая, в переднее же простираясь, будем стремиться к почести Вышнего звания. Аминь. Аминь. Шестнадцатая беседа Иван Георгий от Матфея. Из шестнадцатой беседы.